роман приветствую тебя с артём долгожданная встреча всегда приятно обсудить с тобой ситуацию на рынке для наших подписчиков и для тех кто следит за нашим совместным контентом это еще одна возможность взглянуть на то что происходит сейчас рынки очень волатильные все пытаются ответить на вопрос будет ли все-таки глобальный финансово-экономический кризис что к нему приведет что посыпется там первым следующим последним чтобы с долларом с рисковыми инструментами ну в общем это традиционные вопросы которые всегда около рынка потому что эта информация которая и позволяет в итоге принимать правильные торговые решения позвольте один вопрос тебе потому что я сдаваю раздаю его всем но интересно да ты вообще как сам считаешь будет ли новый финансовый кризис и если для этого предпосылки продолжится ли вот эта ситуация в плане негативного развития в банковском секторе сша какие мысли ну мысли здесь наверное любые мысли наши они опираются на те сведения которые мы читаем из источника и считать их конечно объективными сложно потому что многое скрывается да вот недавно банкротство светит связь кредит связь да было и выяснилось там саудовский какой-то значит банк тоже который вложил миллиард а ему сказали что давайте-ка еще вкладывайте а иначе как бы ну под видом того что требования какие-то нужно выполнить вот и он отказался и в итоге и вообще лишили денег вот то есть а мы даже не знали да потом вот какие-то регуляторы проверяют в во франции учас новость тоже читала проверяю там отмывание средств какое-то нарушение законов казалось бы благостной и экономически защищенной европе где все законно законно а потом выясняется огромные миллиардные отмывания а то есть мы многого не знаем вот и что касается этого кризиса да который вот о котором постоянно все говорят основание для него я считаю конечно же есть раздутый пузырь доллар все дела но конечно же те кто и создает этот пузырь и кризис они же и контролируют это и когда будет этот спусковой крючок да что выступит этим триггером мы не знаем вот этого мы не знаем то что экономика на грани коллапса это мы знаем все и давно как бы об этом все говорят но конечно же контролируется этот коллапс и вот что выступит триггером который именно начнет обрушение мы не знаем и вот это вот в америке то что выделили 300 миллиардов долларов на спасение вот этих трех банков до силиконовые там еще signature банк еще 3 банк вот это сам факт вот этот говорит о том что в 2008 году когда был кризис тогда выделили денег на спасение всего 100 миллиардов тогда 2008 году кризис когда падение было мощно а сейчас хотя еще вроде ничего не началось уже 300 миллиардов и делить то есть это говорит о том что ну вот это же выделение она тоже может спровоцировать то есть эти деньги будто надо брать до печатать их в том в том числе вот и я считаю что основания фундаментальные для кризиса есть когда кто включит эту кнопку мы сказать точно не можем не такое я даже немножко уточню вот что ты сказал выделили уже больше полумели полутриллиона вот точно 500 600 миллиардов это буквально сегодня когда записывал свой брифинг смотрю на баланс резерву постоянно меняется и деньги действительно печатают заливают заливают их систему как было во время к вида помнишь когда баланс пресса раздули до 9 триллиона сейчас ситуация повторяется вот фактическая цифра только что открыл смотрел 873 то есть 87 триллиона еще пару дней такого активного печатания денег и будет 9 триллионов как и раньше со всеми утекающими отсюда последствиями для роста инфляции и тому подобное я считаю что действительно условия как ты отметил для наступления какого-то хаоса на рынке есть исторически он должен был наступить уже давно если циклические операции на теорию того что раз в 10-12 лет все идет прахом открывается медным тазом да банки сыпятся пытаются прикрыть сейчас другие банки которые испытывают проблемы с ликвидностью но те кто наверное копать глубоко прекрасно понимают что эти проблемы с ликвидностью они сохраняются потому что люди продолжают забирать деньги из коммерческих банков если говорить про сша и забирают деньги не просто потому что они опасаются развития банковского кризиса повторения с банками которым они доверили свои средства от истории с силикон вели бэнк и сигнище бэнк они забирают эти деньги потому что руководствуется элементарной такой экономической целесообразностью эти деньги можно разместить в более надежные инструменты как облигации сша и эти облигации дают более интересную доходности более высокую хочу давать тогда перейти уже график давай пару слов добавлю на скорость вот та скорость с которой быстро выделили деньги на спасение этих банков говорит как раз таки что вот верхушка пока не хочет вот прям сейчас чтобы начался кризис у меня такое ощущение либо оттянуть его хотят потому что если бы хотели то как раз бы сказали а но мы ничем не виноваты это вы сами виноваты сами решайте свои проблемы тогда начался бы да деньги побежали бы люди в банке деньги снимать не могли бы их снять и начался бы этот кризис то есть начать его прям вот ничего делать просто не надо и он начнется и сейчас вижу как раз его спасает вот эта оперативность говорит о том что они хотят еще оттянуть поэтому можем посмотреть этот спектакль чуть подольше насколько непонятно ну кстати есть сторонники теории относительно того почему так кооперативно и быстро помогли то что напечатали внезапно полтриллиона долларов как раз говорит о том что этот кризис стал такой же неожиданностью для самого федрезерва и минфина как и для нас тех кто следит за происходящим со стороны и никто не ожидал что так все быстро произойдет поэтому решили быстро по старинке начать заливать проблемы деньгами потому что это самое лучше лекарство всегда зарабатывать не думает о последствиях но последствия будет думать другое поколение и новое правительство федрезерва в том числе он давай демонстрация экрана как раз у меня индекс доллара открыт сейчас котировки сто два тридцать семь думаю что пошла демонстрация уже да 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 отлично сто два тридцать семь в рамках нисходящего канала идет движение я думаю что в районе ста двух и пятидесяти доллара остановит и снова потащит вниз потому что как я отметил ожидание развития банковского кризиса сейчас будет связано с ожиданием того что американский регулятор более не будет повышать процентную ставку то есть американский регулятор сейчас сделать все возможное чтобы резко не росли доходности облигаций потому что если доходность облигаций продолжить расти продолжится отток капиталов из коммерческих банков это будет все сдерживаться на тормозах поэтому ставка возможно уже достигла своего пикового уровня то есть в районе пяти процентов думаю что многие могут поспорить сейчас скажут что ставка будет снова повышена и на майском заседании возможно даже на июньском но время покажет я считаю что в текущих условиях скорее всего нет поэтому сто два пятьдесят для тех кто ищет точку входа по индексу доллар может быть хорошая планка для того чтобы зайти через затошку именно селлимит и ждать уже снижение в район даже психологической планки 100 пунктов почему бы не без поддержки жесткой монетарной политики жесткой риторики в условиях развития банковского кризиса хранящихся панических настроений ожидание того что американский фондовый рынок может обвалиться в любой момент на одном из прошлых эфиров я делал отсылку на жефри гунглыха который является король облигаций то есть я говорил как бы цитирую то что он отметил что кризис наступит уже этим летом потому что именно этим летом будет достигнут пик по проблеме с ликвидностью банков которые сейчас пытаются как-то еще скрывать ну посмотрим далее это остается совсем чуть-чуть несколько месяцев а если все произойдет так то доллар будет конечно же не самым лучшим инструментом но в контексте индекса американской валюты потому что на рынке есть более интересные альтернативы это те же самые облигации пранк иена и конечно же золото так еще пару инструментов на которые хотелось бы обратить внимание спекулятивно сейчас это европейская валюта котировки 1 0 8 20 я допускаю что на этой неделе и может быть на следующий но вот скажем так роман скажу так до следующего эфира нашего с тобой надеюсь что он пройдет на следующей неделе ожидаю что рост европейской валюты продолжится то есть мы сначала обновим максимумы прошлой неделе это примерно 1 0 9 20 и потенциально нацелимся на психологическую планку 1 10 интерес к евро остается значительным потому что евро интереснее чем доллар в свете того что европейский центральный банк как мы прекрасно знаем повысил процентную ставку на 50 байсных пунктов и думаю будет действовать в таком же ключе и дальше в отличие от фидрезерва который как я отметил уже на паузе поэтому кому интересно можно действовать через отложку бой стоп с уровня 1 0 8 50 с коротким стопом например на уровень 50 60 пунктов то есть 1 0 7 90 и ждать теста планки 1 10 так и еще пара доллар канадец актуально сейчас потому что сегодня выступление представителя банка канады гравеля который состоится в 16 30 по джимте еще в эту пятницу если мне не изменяет память отчет по ввп а канад то есть отчетов очень мало сейчас по рынку это опять же может быть возможность для рынка выдохнуть после прошлой недели когда каждый день практически было какое-то заседание регулятора ну вот отчет по ввп это один из немногих релизов на которые можно обратить внимание я за то чтобы канадский доллар дальше укреплялся потому что сейчас этому способствует такое локальное оптимистичное настроение глобальное на рынке второй момент это рынок нефти который приближается по бренду в район 80 долларов за баррель из-за приостановки экспорта нефти из ирака в турцию из-за политических разногласий не будем вдаваться подробностей и еще опять же ожидание вот этого сильного отчета по ввп того что сегодня от гравеля мы скорее всего слышим о том что банк канады все еще настроен бороться с инфляцией даже несмотря на снижение до пяти и трех процентов повышение процентной ставки и это тоже будет попутным ветром для канадского доллара но и очень много сейчас лестных отзывов о действиях канадского регулятора вот буквально вчера читал статью от стивена полоза он бывший руководитель банка канады который отметил что все решения которые принимали с текущим руководством типа маклево это лучшее что может что могло бы быть в текущих условиях и банк канады добился снижение инфляции с 8 1 до 5 2 процентов поэтому легкое повышение ставки в канале дальше не приведет к каким-то негативным последствиям потому что канадская вроде бы как банковская система сейчас самая стабильная а среди других стран гораздо стабильнее чем швейцарская особенно после вот того примера который ты озвучил скандид сьюз я думаю что спорить с этим никто не будет учитывая что действительно банка который прогремел на весь мир стал возможно первым прецедентом того что принцип домино сработает и карточный домик начнет дальше рассыпаться но это покажет время опять же поэтому по доллару канадцу рекомендую шортить прям смело нужно иногда рисковать с целями 1.35 это как ближайший такой психологический круглый рубеж вот на этих сделках показ фиксируюсь роман слова тебе понял так интересно спасибо да за обзор я сейчас переключу на свой экран я хотел посмотреть вот пять инструментов это индекс доллара евро доллар бренд смп 500 голода но не открою америку что наши зрители особенно те кто меня смотрит хотят заработать на техническом анализе вот поэтому добавлю немножко перчинки вот этим техническим обзором значит что касается что касается доллара индекса доллара кстати индекс доллара немногие брокеры предоставляют а маркетинг предоставляет и поэтому это здорово можно поторговать им я буду торговать если посмотреть на сейчас если посмотреть месячный график не месячная можно просто уменьшить вот мы видим что индекс доллара сделал большую волну и сейчас находится в глобальной коррекции вот и эту волну можно измерить сеткой фибоначчи и здесь можно увидеть что индекс доллара очень хорошо откорректировался от уровня 50 до и от уровня 38 было коррекция хорошая это говорит о том что вот эти соотношения фибоначчи на индексе доллара сейчас работает вполне неплохо поэтому я ожидаю что если продолжится снижение индекса доллара в районе цены давайте посмотрим это уровень фибоначчи 61 8 в районе цены 99 060 будет разворотная точка по индексу доллару и я буду покупать и может быть зарабатывать на росте поэтому ищет разворотные точки такие но это конечно не скальпинг но такие более-менее среднесрочные вот здесь можно рассмотреть именно для покупки вот эту точку соответственно если посмотреть евро доллар там обратная картина и евро сейчас глобально он движется вниз вот эту последнюю последний периода а если поближе рассмотреть то видно что если также евро пробьет предыдущий максимум то также его ожидает уровень фибоначчи 61 8 от которого я буду продавать и зарабатывать на снижение вот если все таки рассматривать более скальпинговые сделки да то давайте посмотрим аж один наверно здесь есть свои соотношения фибоначчи вот предыдущая волна вот это вот восходящая и пошла коррекция вниз отбилась идеально просто от уровня 50 и сейчас ну довольно таки сильная коррекция но если посмотреть вот наш один видно что продавцы довелись цену довели цену вниз очень активно то есть она рушилась а вверх она цена ползет 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 поэтому у меня такое ощущение что все таки продажи продолжатся вот и дальше если они продолжатся то я жду цену около уровня 50 вот я выделил бирюзовым зоны бирюзовой такое отсюда я буду покупать и зарабатывать на краткосрочном росте вот и а если цена пойдет еще дальше то у нас ждет более сильный уровень это 61 8 это в районе цены 10674 отсюда можно будет либо рассматривать этот уровень как вход в покупку отдельным ордером отдельной покупкой либо если вы зашли на уровень 50 и цена недостаточно ушла вверх что вы не закрылись по take profit то то можно рассматривать усреднение как раз таки на уровне 61 8 потому что отсюда будет тоже хорошая коррекция я во всяком случае ожидаю и кстати говоря по стратегии усреднения работает мой торговый робот поэтому можно как раз таки здесь входить двумя ордерами настроить его включите если вы занимаетесь другими делами чтобы не отвлекаться не магнитизировать монитор и освободиться от ультинных операций вот кстати говоря для клиентов а маркет с робота я предоставляю бесплатно кому интересно переходите по ссылке на мой канал и пишите мне в telegram что касается нефти бренд с нефтью конечно посложнее кстати говоря вот вообще по моим разворотным точкам лучше всего это на валютах работает валюты прям вот очень хорошо отрабатывают линии поддержки сопротивления что касается индексов нефти золото там чуть посложнее зоны вот эти разворот на они ложные пробои бывают и так далее нужно здесь повнимательными но если рассматривать нефть то сейчас вот идет эта коррекция и будет тут две зоны сопротивления это зеркальные уже зоны от которых также можно входить сделку на продажу вот я буду продавать в районе цены 88 долларов 75 центов вот за баррель причем здесь наблюдается возможно кто-то слышал про такую стратегию как импульс коррекция импульс вот я здесь наблюдаю вот импульс цена остановилась такая коррекция небольшая консолидация если будет следующий импульс который достигнет как раз таки уровня сопротивления зеркально то отсюда как раз вот эта стратегия она подтверждается еще и вот и уровнем сопротивления то есть подтверждение мне почему-то кажется что здесь хорошая точка на вход но опять же краткосрочный до краткосрочно то есть мы не говорим не говорим о длинных горизонтах это все так скальпинг такой среднесрочный вот и как правильно выставлять take profit и стоп лоссы я все-таки рассказываю на своем курсе потому что это важно и там это такая отдельная работа вот но точка входа вот в этом в этой зоне ну давайте посмотрим s&p 500 да это такой глобальный индекс мировой экономики можно сказать и что я что хочу обратить внимание что вот это вот последняя волатильность волатильность она как бы разное бывает вот бывает волатильность вот мы посмотрим 2019 году до когда цена просто сыпалась вот здесь вниз это считается высокой волатильностью но цена просто двигалась вниз без особых коррекций на большие расстояния то сейчас мы что видим волатильность тоже большая но цена вверх-вниз вверх-вниз то есть нет направлено движение она все время коррекции все время коррекции как качели вот это другая волатильность и поэтому как раз таки хорошо сейчас для тех кто любит торговать например коррекции на откаты так называемые здесь рассчитывать на какое-то долгосрочное движение как вверх так и вниз даже с надвигающимся кризисом до которым все говорят я бы пока что не рассчитывал на направленные движения мне кажется что как раз таки при любом движении будут и сильные откаты вот такая вот такая характеристика вот s&p 500 не сейчас наблюдается если рассмотреть поближе то вот вижу такой треугольник здесь у нас есть линия сопротивления от которой можно будет продать вот в этой зоне и рассчитывать на снижение а также не поддержки от которые можно будет купить чуть поближе рассмотрим на уровне 3859 и зарабатывать на росте вот тут локальную такую линию сопротивления еще нарисовал но это может быть сегодня и завтра отработает вот это линия сопротивления ну давайте глянем золото напоследок по золоту я давно уже уже два понедельника каждый понедельник выпускаю аналитический свой материал и ожидаю рост золота до линии сопротивления глобального уровня сопротивления с тех пор цена просто консолидируется видимо перед очередным рывком вот я что все таки он до тут дойдет если она до тут дойдет то отсюда можно будет также краткосрочно продавать и зарабатывать на коррекции вниз на снижение если рассмотреть поближе мы видим вот этот вот такой размашистый треугольник вот его можно тоже качестве скальпинга использовать то есть от этих уровней соответственно поддержки покупать от сопротивления продавать вот такие вот цели на эту неделю желаю всем хорошо заработать роман спасибо тебе за рекомендации следим тогда вместе тоже интересно будет убедиться в том отработает ли технический паттерн и фундаментальный фон но заранее думаю ты присоединишься друзья всем вам такой напутствие контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это важно роман еще раз большое спасибо тебе хорошего тоже закрытия недели выходных и очень надеюсь тоже сможем увидеться на следующей неделе и обсудите идеи которые сегодня озвучили спасибо тебе большое взаимно взаимно пока спасибо Продолжение следует...